Это все, что сейчас происходит, это замысел давно, который придуман и с небольшими поправками, коррективами он продолжает работать. Это большая игра, в которой задействованный Акижан Кожигелин, который говорит, что Каев сильный лидер, нужно идти на парламентские выборы в следующем году. И они продвигают проект Косанов-2 в лице БАПИ. БАПИ тоже говорит, что в следующем году нужно идти на парламентские выборы. Называется «Карты на поверхности». Один руководитель, премьер-министр, Косанов пресс-секретарь, его заместитель БАПИ, и эта карта сейчас выстреливает. То есть, по сути дела, они хотят, чтобы вы не сопротивлялись, не возмущались этими лживыми мошенническими выборами, а жили новые надежды на следующий год. Сейчас мы знаем, что ряд группа товарищей, как я говорю, создали некую коалицию демократических сил. И они уже делали вбросы, что если эта власть не изменит законодательство и не уберет все эти ограничения, которые препятствуют гражданам выдвигаться на пост президента, они будут, по сути дела, выдвигать кандидатов в президенты, как они говорят, от «оппозиции», в кавычках. Они никакая не оппозиция. Ермурат Абапи. Вернемся к нашей хронологии. Арман Шураев назмал мне возможное имя единого кандидата от оппозиции. Это Ермурат Абапи. Скажите, пожалуйста, это было личное мнение Армана Шураева или это ваше солидарное мнение? Арман Шураев, член этой коалиции, 20 лет работающий заместителем Дориги Назарбаевой, возглавляющий штабы Нурсултана Назарбаева на выборах, возглавляющий его телеканал. Вы представляете, как все просто на поверхности он вдруг стал критиком Тукаева, сказал, что он частично разочаровался из Украины, из героической Украины, он делает предложение. А давайте мы выдвинем кандидаты президента БАПИ. Понимаете, как грубо, примитивно все это сделано и наши люди, говорят, рвут на себе волосы, говорят, какие мы наивные. Мы не замечали, оказывается, какой хитрый этот Шураев. Не хитрый. Он 20 лет был с Назарбаевым, 20 лет непрерывно. Никогда не критиковал, не выступал, не был против. Он был в партии Нуратан, партии Дориги Назарбаев, был ее заместителем. Где маскировка? Ну, начнем с того, что это личное мнение Армана Шураева. Конечно, Ермурат БАПИ достойный кандидат. Они пойдут на выборы, чтобы совместно с Назарбаевым винить страну и построить новую Казахстан. Они пойдут на выборы, чтобы совместно с Назарбаевым винить страну и построить правоохранительным органам и армии мной дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В мае 2019 года, накануне выборов президента 9 июня, эта же группа, вместе с партией ОСДП, которую возглавил Ермурат БАПИ, считалась якобы партией оппозиционной ОСДП, они заявили вот на этой встрече в Париже в мае, за месяц до этих выборов, о том, что они поддерживают Косанова. Еще раз хочу обратить ваше внимание, это группа лиц Акижан Кожигельн, Бергей Рискалиев, БАПИ, плюс партия ОСДП, якобы оппозиционная. Вот на этой встрече в Париже заявили о том, что они поддерживают Косанова. В любом случае нам нужно показать, что своим голосом, что мы против действующей власти, что мы против этой системы, поставив галочку не за Тукаева, а, например, за нашего кандидата Косанова. В любом случае нам нужно показать, что своим голосом, что мы против действующей власти, что мы против этой системы, поставив галочку не за Тукаева, а, например, за нашего кандидата Косанова. Мы сообщили о том, что мы против действующих, которые мы не видим, что мы против них предоставим. А вот мы пытаемся говорить, что в том, что мы против галочку, вашего голоса, которые мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы остались не в этом, мы находимся в этом, чтобы я был доказать для меня на струкассные пляжи. Мы этот парит в городе, мы вместе... Я не знаю, что делать не на струкнутся. И Акижан Кожигельн, и Бапи говорят одинаковые слова следующего характера. Они говорят, что некие реваншисты, имея в виду клан Назарбаева, хотят прийти к власти, и станет плохо. Но вам разве при Токая станет лучше? Я думаю, что клан думает о реваншах. Он хочет остановить реваншистов, которые готовятся. Он и парламентские выборы объявил весной, тоже из побуждений из таких же опасностей, что реваншисты могут прийти через парламент и вернуться к власти. Мы сейчас уже говорим, что выборы президента – это так себе тренировочка, а вот более важно, это выборы парламент, которые они говорят, что пройдут весной следующего года. Мы с вами подчеркнули себя в электрическом направлении. Сможет ли оппозиция кого-то выдвинуть, учитывая вот эти сложности? Хотелось бы, чтобы вышел человек, который просто использовал эту кампанию для того, чтобы подготовиться к следующей кампании. Потому что следующая кампания будет наиболее важной для гражданского общества – это парламент. Ему вторит кто? Бапи. Он говорит, что надо зарегистрировать так называемые оппозиционные партии, чтобы они могли вместе пойти на выборы в будущем году в парламент. Обратите внимание – парламент. И вместе с Токаевым строит Жанна Казахстан. В данный момент я бы ему предлагал зарегистрировать те партии, которые уже подали заявление, чтобы они пошли на парламентский народ. Они пойдут на выборы, чтобы совместно с Токаевым изменить страну и построить новый Казахстан. То есть они пугают, это технологический такой прием, они пугают Назарбаев неким кладом. И говорят, нам нужно объединиться вокруг Токаева. Чтобы совместно с Токаевым изменить страну и построить новый Казахстан. Видите, после Нового года он станет лучше. И тут одинаковые слова реваншисты звучит со стороны Кжигельна, который вот неожиданно срочно полетел в Германию, раздавал интервью. Вы же понимаете, все это оплачивается оттуда из Казахстана. Он сейчас на службе этого режима. И то же самое заявляет кто? Будущий кандидат в президенты БАПИ. То есть это показывает, что управление этими процессами идет из единого центра и из Акарды. Продолжение следует. Продолжение следует.